таймер определенно начал обратный отсчет до третьего сезона медведя официальный тизер был выпущен всего день назад и это настроило меня на нужный лад увидеть как каме кузина шугар и сидни снова появляются на наших экранах решая все проблемы что они застряли внутри себя пытаясь ориентироваться в чрезвычайно враждебном кухня ресторана до выхода фильма осталось чуть больше месяца и я подумал что стоит взглянуть на тизер что fx только что выпустил и дает свои теории и прогнозы о том что по моему мнению может произойти в третьем сезоне сериала и так приступим вот разбор тизера третьего сезона медведя теории и прогнозы видео будет содержать спойлеры что касается истории в третьем сезоне я думаю что есть так много разных направлений в которых она могла бы развиваться в обоих сезонах сериала по сути все персонажи получают индивидуальные сюжетные линии за которыми мы следим вот что делает этот сериал таким хорошим даже такие персонажи как тина и дебра у которых немного времени на экране имеют свои проблемы которые им нужно преодолеть так мы чувствуем связь с каждым персонажем главная история которую думаю будем развивать будет связано с каме после окончания второго сезона мы видели что премьера прошла успешно но даже с этим успехом он не был счастлив или доволен так как оказался запертым в холодильнике и спорил с кузином за пределами у каме много нерешенных проблем и я не думаю что он сможет измениться до момента пока не решит их большинство его проблем связаны с его матерью донной и всем что произошло когда он был молодым мы не видели настоящий взгляд в прошлое каме только в другом сезоне шесть серии рыбы что было несколько лет назад так что мне интересно узнать в чем травма между каме и матерью она была алкоголичкой что оставляет дверь открытой для травм что он перенес факт что он отчаянно просил ее не идти в ресторан и она побаивалась это делать показывает что проблемы до сих пор есть между ними если они не будут разрешены ничего не изменится и каме будет застрянут в том мышлении я думаю что каме будет стремиться вести ресторан лучше и это будет на первом плане но он также будет обращаться к своему прошлому с матерью историю о пропаже майки уже почти забыли и каме это исправил и работал над своим к ней отношением а вот матерь это совершенно другая песня причина по которой он возвращается домой один раз в год и скоро мы узнаем о его хаотичном детстве которая сформировала его тот кем он является сегодня результат этого это может быть связано с тем что он не может любить людей как клэр например так что думаю мы узнаем многое о каме помните было упомянуто о ресторане с нерегулярными бронированиями потому не все будет так гладко и с внезапными закрытиями в чикаго недавно открытый медведь обеспечит каме давление и не считаю что он изменится и будет позитивно смотреть на жизнь пока не справится с травмой от матери сколько мы вероятно заглянем глубже в прошлое каме я надеюсь что это означает будет еще один эпизод с воспоминаниями эпизод с воспоминаниями был настолько хорош во троем сезоне что это однозначно один из лучших эпизодов во всем сериале если они сделают что-то подобное я просто не вижу как это может не удастся в тизере был момент когда камера прошла через голову каме а потом вышла сзади я думаю что это уже символизирует что мы собираемся заглянуть в его сознание еще глубже что касается ричи я думаю что в третьем сезоне мы увидим его значительное личное развитие нам уже показали что к концу второго сезона он сильно изменился не было персонажа в сериале который бы мне сначала не нравился а потом стал тем кого я абсолютно полюбил как это случилось с ричи из 1 2 сезон он начал требовать от себя больше и ставить перед собой более высокие стандарты что в конечном итоге позволило ему уйти от бывшей жены и направить все внимание и энергию на улучшение себя и карьеры учитывая поведение каме с кузином в финале интересно будет ли между ними вражда ричи мог бы искать работу в другом месте он достиг уровня где был в своем деле хорош но думаю главная черта ричи преданность не думаю что он отдал бы кого-то кто был ему как брат но ведь никогда не знаешь каме может просто подтолкнуть его краю он понял что ему нужно начать действовать самостоятельно так что думаю у персонажа может появиться более эгоистичная сторона ведь он знает что ему необходимо развиваться и улучшать собственную жизнь что касается маркуса думаю этот персонаж заслужит большое внимание втором сезоне он стал настоящим десертным шефом работал с лукасом в дании получил новые навыки маркус влетел в работу его мать была на грани смерти к финалу второго сезона с телефона маркуса от медсестры звонили намекая на смерть матери маркус всегда ставил мать на первое место заботился о ней но когда она больше всего нуждалась в нем он работал и как я думаю он почувствует вину когда узнает что она ушла известно что уилл портер вернулся в роли лукаса в третьем сезоне медведя и мне интересно уйдет ли маркус из-за вины вынужденного всем что произошло в результате которой он чувствует себя очень виноватым и он окажется конечно нуждающимся в исцелении и времени чтобы обработать все свои эмоции и взять шаг назад кого-то например лукаса чтобы он мог научить и вернуть на путь когда слушал и учился от него многое узнал маркус великолепный персонаж мы связались в шоу продолжим когда дело доходит до сиднея главное она хочет работать в ресторане со звездой мечта с детства чувствую сезон будет об этом с карме владельцем ресторана конфликт между парой особенно в новом сезоне когда он будет недоволен спорили за два сезона в такой степени что сидней пришлось отступить думаю это повторится в этом сезоне тоже она хочет развиваться как и все в шоу и не позволит сдерживать себя fx снимают 3 и 4 сезоны медведя подряд и четвертый может быть последним это грустно ведь шоу красиво с реальными историями к которым мы можем присоединиться но с ростом популярности джереми аллен уайта айюа дебры и эбон мос который скоро отправится в mcu их графики будут полны они вероятно получают предложения со всех сторон и вероятно шоу это понимает и предпочтет закончить на взлете вместо того чтобы актеры уходили и не могли взять на себя обязательства как раньше я думаю у нас останется около двух сезонов тизер несмотря на то что длился всего 30 секунд подчеркивает преимущество шоу блеск великолепные кадры саундтрек эмоции работа камеры в 30 секундном невербальном трейлере было отображено все это шоу я больше всего жду летом это пацаны и дом дракона это лето будет жарким вот и все разбор тизера третьего сезона медведь теории предположения желающим разбора второго сезона медведя кликните на карточку